Андрей с родителями жил в небольшом сибирском посёлке, недалеко от железнодорожной станции. Отец работал путевым обходчиком, а мать — стрелочницей. В общем, рос он в семье железнодорожников. Частенько Андрей бывал с отцом или с матерью на станции, видел проезжающие пассажирские поезда и грузовые составы. И уже с детства Андрей мечтал стать машинистом, водить поезда на дальнее расстояние. Закончил успешно школу. В областном центре поступил в железнодорожный техникум. Отучился. Получил специальность машиниста. Приехал в свой родной посёлок и устроился на работу на железнодорожную станцию. Поначалу Андрей работал помощником машиниста, набирался опыта. И уже через год, набравшись навыков и опыта, работал машинистом. Руководство назначило его на грузовой локомотив. Шло время, Андрей уже был опытным машинистом. На больших составах он доставлял грузы на дальнее расстояние, в разные регионы Сибири. Наступила зима. Андрей отправился в очередной рейс. Локомотив набрал обороты и стремительно помчался вперёд. Андрей вглядывался вдаль пути, непроизвольно обозревая бескрайние, таожные просторы. Далеко, впереди, Андрей увидел на пути тёмные точки. Может, показалось, подумал он и на мгновение, отвёл взгляд в сторону. Андрей вновь посмотрел вперёд и уже увидел силуэты, которые были на месте и не двигались. Локомотив стремительно приближался к ним. Присмотревшись повнимательней, Андрей уже отчётливо видел, что это не что иное, как целая стая волков. Они стояли намертво на путях и не двигались с места. Их взор был обращён к приближающемуся составу. И тут они протяжно и громко завыли, будто предостерегая от какой-то беды. Андрей и помощник пришли в изумление, что это, в чём дело, почему волки на пути и так жутко воют. Обеспокоенно подумали они, не зная, что дальше предпринять. Но было ясно одно, двигаться дальше было просто невозможно, волки преградили путь. Андрей по экстренной связи передал, что на железной дороге помеха, и дальше двигаться нельзя. Ему дали добро. Расстояние всё сокращалось и сокращалось, до стаи волков оставалось уже чуть больше километра. Андрей стал снижать скорость локомотива и метров за сто до стаи волков, состав остановился. Волки в этот момент перестали выть. Присмотревшись повнимательней из кабины тепловоза, Андрей просто обомлел от увиденного. На путях лежал мужчина, а волки, окружив его, просто стояли и не двигались, глядя то на мужчину, то на поезд. Матёрый волк внимательно посмотрел в сторону состава, как бы доверяя этого мужчину машинисту. Затем подошёл к лежащему мужчине, лизнул его в лицо, потом рыкнул на стаю и волки, следуя за ним, удалились в лесную чащу. Андрей и помощник увидели, что мужчина задвигался, но почему-то не мог встать на пути. Они поняли, что с ним что-то случилось. Хоть и не по правилам, но пришлось оставить помощника, а самому отправиться к мужчине. Андрей был в шоке, когда увидел, что тот был пристёгнут наручниками к рельсам. Это был местный егерь Иван Степанович. Он, конечно, был рад машинисту и всё ему рассказал, как он тут оказался и кто с ним совершил такой зловещий поступок. Это браконьеры, с которыми я давно борюсь. Они уничтожали даже самых редких охраняемых животных, таких как тигр, а уж что говорить о волках и их детёнышах. Пользуясь безнаказанностью и из-за корыстных целей, уничтожали зверьё безмерно. Я им был, как кость в горле. Убирал их ловушки и капканы. А два года назад, весной, наткнулся на них при обходе угодий, когда они уже направлялись к логову, чтобы расправиться с волчьим семейством, а волчат — забрать и продать. Мне пришлось применить оружие. Я сделал пару выстрелов вверх, и они со злобой, и сказали мне напоследок, «Мы ещё встретимся, теперь ходи, старик, да оглядывайся». А вот сегодня я с ними встретился. Один из них мне сказал, «Ну что, старик, вот мы и встретились, как обещали. Пришла расплата за все твои, так называемые, гуманные делишки. Ты больше не сможешь нам помешать, ты просто умрёшь здесь». Подвели меня сюда и хладнокровно пристегнули наручниками за обе руки к рельсам, хорошо понимая, что я сам уже не смогу отсюда уйти. А эти волки — мои друзья, которых я два года назад спас от браконьеров. Они охотились на дичь. А когда они увидели здесь меня, то поняли, что я в беде и не ушли. Но что они могли сделать с этими наручниками? Волки просто встали на пути, не щадя своей жизни, чтобы поезд не наехал на меня. Иван Степанович смахнул украдкой слезу со щеки и сказал, «Спасибо вам большое, что остановились и помогли мне». Андрей в ответ сказал егерю Иван Степанович, «Да мы то что, это всё ваши волки, они просто молодцы. Помнят ваше добро и вовремя пришли к вам на помощь». Андрей пожал егерю руку и попрощался с ним. Иван Степанович пошёл в посёлок, а локомотив двинулся с места. У Андрея отлегло от сердца, даже стало как-то очень приятно от того, что спасали этого доброго человека не только они, но и волки, не забывшие его доброты, а это дорогого стоит. Вскоре этих браконьеров вычислили, и они все получили реальные сроки. А Иван Степанович продолжил работу Игоря, такую нужную и важную для дикого мира зверей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok